Дорогие друзья, добрый вечер! Наша встреча сегодняшняя не случайно называется «Встреча друзей». Весь зал полон друзьями Нурдоса, людьми, которые создавали этот спектакль и которые принимали самое активное участие в жизни спектакля по ту сторону рампы. Поэтому сегодня наша встреча будет такая. Поэтому она здесь и происходит, знаете, в такой неформальной обстановке, чтобы это было тесно, чтобы это было вот близко-близко, чтобы мы могли с вами общаться. Сегодня в этом зале присутствует Георгий Васильев. Давайте его поприветствуем. Алексей Игоревич Иванович Иванович сейчас находится в Соединенных Штатах Америки и в этот самый момент смотрит интернет-трансляцию. Давайте помашем ему ручкой, где там вот камера. Здравствуйте, Алексей Игоревич. И также давайте поприветствуем наших интернет-зрителей, которые тысячи и тысячи людей, которые не попали сегодня, в отличие от нас, в этот зал. Но те, кто не попали, я хочу передать привет и извиниться за такие неудобства. Но в любом случае, 19 мая у нас состоится еще одно, еще один такой концерт, исправленный и улучшенный по итогам сегодняшнего представления. Так что, если вы немедленно позвоните, то вы еще успеете забронировать места. Так что, привет и вам тоже, дорогие наши интернет-дологи. Что вы хотите сказать? Да, сегодня у нас будет не просто концерт, а творческая встреча, поэтому, как полагается на творческих встречах, вы можете о чем-нибудь нас спросить. Написать записку, желательно, вот есть такая корзиночка для записок, желательно, чтобы это происходило в первом акте, чтобы мы в антракте разобрали записку, а во втором акте мы на них ответим. Поэтому, заказывать какие-то любимые песни бессмысленно сразу предупреждать. Этого, скорее всего, не произойдет. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу представить вам тех, кто стоит сегодня на этой сцене. Это актеры оригинал каста. Это люди, которые не просто играли в спектакли, которые принимали участие в создании бессмертных образов, которые впоследствии становились каноническими и повторялись всеми последующими исполнителями ролей. Итак, Юрий Мазихин встречает. Виктория Славьева. Меня зовут Лидия Чирослава, я создатель бессмертного образа Чукчик Багром. И, наконец, человек, без которого наш концерт сегодняшний не мог бы состояться абсолютно точно, это Татьяна Солнышкина. И наше все. Возможно, артистка мюзикла. Всех мюзиклов. Всех наших мюзиклов. Это в конце планировалось. Дорогие друзья, мы ждем от вас поддержки. Ходите вместе с нами. Я знаю, что вы дали люди, которые не просто знают спектакли, а знают его наизусть. Ну? Ходите вместе с нами. Милый дом мой, дорогая моя Машенька. Пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и самая первая из них, ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Да, что снаряжение экспедиции. Я поручил Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами, которые обязаны именно ему. Не только я один. Весенький ваш святой Марине шелек ему проклятие. Не только я один, если не ваш святой Марин, И шлёг ему проклятие. Не только я один, если не ваш святой Марин. Обширную, покрытую снегами землю, Которую мы открыли с северо-таймырского полуострова, Я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте Ты сможешь прочитать привет, Который шлёт тебе твой мантиковый истребенный копоть. А сейчас мы пропустим сцену жестокого убийства мечтальона И сразу перейдём к полной жизни и красок сцене. Вспомните, залитая солнцем пристань, В рогонные гудки, кричит чай, К рабочий люд грузит всю гид на пашу. И сейчас только нет пропаса, как в воздухе. Море молчит, как рыба, Но ветер дунет и всё изменится. Море то тише мыши, то выше крыши Сорьёт воду. Шпили молчит и леница, Штормы рычит и пенница. Сорьёт беда своих барашков, Сгоняя в северную длину. Утро пропахло ветром, А ветер пахнет весной морожкою. Город пропахло кожей, Сырой кожей и кабаком. Будет пропах картошкою, Будет пропах окрошкою, Хлебом, зелёным луком, Копчёным салом и молоком. Всё, что не назагружено, Будем грузить до ужина, Чтобы забить все дюмы И утром баржу отправить в море. А наше море не слышит горя, Лишь берег кончит, как камни кончит, Бурлит, локочет и знать не хочет Про наши белые на берегу. Ну да чего же народ кругом Пошёл жестокий и обозрённый, Всей нашей жизни цена беда, Того глядил и летишь на нож. Сегодня угроза в очагон, Порнули ножом, капачком. Убили малого просто так, Убили малого, не за грошь, Какой кошмар, и куда же Только летит полиция. Ну и то, давно пора заходить в льду, Всех поразилов и всю шпану. И, Саня, иди поближе, Чего надулся, садись покушай. Бабы, вы шо сороки, Гляди, немого перепугай. Вырос отцу помощник, Ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше на всякий случай Гуляй пореже, забудь о грани. Там ходят лихие люди, На шоке пашут, на снег стоять. А ты же хозяин, шутит и любит, А даже дело, мешки по локоть, Чтоб утром пашут отправить в море. А дальше в море не слышит горя. Ублик, но хочет, и знать не хочет Про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, Покуда ветер не переменится. Море ленивых зверев Лежит под солнцем и гримом. Ветер сегодня леньится, Мачты к воде не греются. Ветер ушок не воет, И день осветил, и нам не стоит Бояться моря, бояться бури, Покуда море глаза зажмурят. Ленивым зверем, а где же берег? Лежит под солнцем у наших ног. Как вы, наверное, заметили, в этом номере, ну, те, кто хорошо знает спектакль, роль, партию сугубо-положительного персонажа отца Сани Григорьева, исполнил Олег Кузнецов, который воплощал вообще-то образ злодея Ромашова. Не удивляйтесь, в ходе этого концерта многие актеры представлены перед вами в довольно необычных блуа и ипостасах. Наверное, в общем, и для себя тоже. Зато следующий номер позвучит в абсолютно оригинальном составе. «Прощание с Архангельским», как когда-то, исполнил Ирина Линд, Юрий Мазихин, Петр Маркин. «Прощание с Архангельским» Нельзя попаздывать к нему. По наш пути насильщик манят, Ищут мгновенье и ганят Все наше прошлое восьмой. Минутный стрел ты, сердце ранит, Разлуки час, прощальный час. Экспресс не терпит, а возданит. А море манит, море тянет Прийти сюда в последний раз. Чтоб снова, как прежде, Без мысли на надежде Замятую Марию высматривать вдали И, проклиная почту, ждать писем, Веря в то, что они лишь задержались В снегах чужой земли. Поверьте, Маша, что столица Поможет высохнуть слезам. Пора с небес уже спуститься, С Иваном Павловичем проститься И отправляться на вокзал. Чтоб не закончено проманит, Начать еще одну главу. Экспресс не терпит опоздание Прощайте, друг мой, до свидания, Переезжайте к нам, в Москву. Приеду, приеду, Чтоб снова стать соседом, Чтоб снова стать тенью. У ваших ног в Москве Быть другом и не боле, Не зная, что за роли Отведены судьбой Нам в следующей главе Страшная, драматичная сцена Арест отца Слушайте, можно я скажу? Это правда, это... Это трагедия петельной жизни. Это трагедия моей жизни. Я всегда так хотел спеть этого пристава. Я стоял, готовился к уроку речи. На сцене в это время шла вот эта вот сцена Арест отца, где все время там с него Идут, да нет, ну не так же и здесь. Да нет, здесь подать. Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на самых первых демозаписях, Которые делались еще в 2000 году, Петя роль пристава исполнял, И это звучало оглушающе прекрасно. Сейчас у вас есть возможность... Давайте подать. Услышите. Давайте подать. Давайте подать. Просим, просим. Кто среди вас тут будет, Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, то вот он, я. Вот он и я. Твой ли это нож, Иван Григорьев? Вроде как похож, да? Значит, узнаешь очень хорошо, Что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, Ты еще и глуп, ты еще и глуп. Ладно, души глуп, давай, пошел. Что тут еще за сосудок? Это Григорьево, сынок. Он от рождения, скоро вывал, ведь не умерет. Если он нам чего сообщить имеет, Пусть он сперва изучит предевок новых слов. Сидитесь, погодите, нечего вы не родите. Побоже, боже, благородие, не шутите. Так поступать негоже, этот не дай того же. Не без чего, народ отдельный, подумать сложит. Побед, между прочим, старше, среди рабочих. Не надо ей не делать, честных людей порочить. А он честным оказался, Сам в злодействе расписался. Вырезал буквами три меня, Наше собственное время. Где ты его оставил? Ну-ка, припомнишь, может, где и когда оставил ты этот мужик? Где это было, спрашиваю я третий раз. Третий раз. Третий на этот раз, последний. Я его на медни. Где-то обронил, да не помню где. Верно, обронил, но не на медни. А сегодня ночью, ты его забыл. Я напомню где. Тармо-почтальона в животе. Не можете, не можете, не можете. Вы же с храницами, как он признал свой может. Ростова тут не может, хватит во враг, заедите, И не нужно в ваших благородия. Разберитесь с предушкой, сердитесь края. Ветим не шипка, что по всему выходит. Прави зашла, ошипка. Не уваживайся. Он не виноват. Теперь, я надеюсь, Петр Маркин превратится из злого пристава снова в доброго Кораблёва и исполнит сцену «Урок речи». По-моему, самый трогательный эпизод спектакля, когда Кораблёв учит говорить немого Саня Григорьева. У меня это был любимый момент в спектакле, я всегда слушала, и у меня так мурашки по спине бежали. А вот мы этого не видели и не слышали никогда. Да, артисты ансамбля этот номер на сцене вживую не видели, потому что мы в это время лихорадочно переодевались из грузчиков в рыночных торговцев, потому что дальше следовал блошин рынок. Ну вот, и без перерыва сразу после урока речи надвинется мгла. Именно так называется оратория, которая символизирует смутные времена в России. Но так как тема вихрей враждебных в России, видимо, актуальна всегда, то подпевайте, кто знает. Спасибо. 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 Ах, Иван Павлович, вот так сюрприз. Машенька, милая, сделайте чаю, мы посидим, попьем, пополкаем, можем достать парадный сервис. Боже, какой букет-то откуда в марте один цветок? Миллиона-полтора. Прошу простить, пожалуй, мне пора. Конечно. Что вы, куда вы чай поспевает? Мы по-простому без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданых гостей. Я вас не понимаю, а видимо придется. Дарите розы в мае дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани Моветона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне гулять гостей не позволяет домострой? Быть может, мне запрещено Ходить в кино, смотреть в окна. И в ожидании дурных вестей Должна я скрыть лицо чидрой. Я вас не понимаю, и вправду непонятно, Не знаю ли сама я, как вырваться обратно. Пархангис нет возврата, и я как приживалка У мужниного брата шести лет под замком. Ах, Боже мой, какой замок, Когда в ваш дом пришла беда, Кто, как не я, пожертвовал собой И вам помогал печаль унять. Кто делал все, что только мог, Чтоб наступил тот день, когда Мой бедный брат, вернутся вы домой И смог бы снова вас обнять. Кто ради этого святого дня Так много он дал сил И так мечтал, чтоб этот день не наступил. Ой! Бабушка, бабушка! Откуда ты? Откуда я? Я такой ротометр немножечко расплатила. Где-то так испачкалась. Где? А это что за чудо? Это Саня, он тут ни при чем. Все по-другому было, это не одна. Тут целиком моя вина. Братите, я его разбил на самом деле. Все это вранько. Да вы не слушайте деньги. Это я его разбил. Это я его разбил. Это я. Это я. Мы не хотели. АПЛОДИСМЕНТЫ Мир прямо-таки бун до проходов. Вот они стоят, потупив очень долу. Вот кому я помог найти работу. Вот кого против управил, принял в школу. Вот что я получил за все за это. Все-таки верна народная примета. Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа. Да, неблагодарность. Это-то и есть первая причина всех бед. Вот кого я пригрел неосторожно. Вот кому, увы, и поверил, так легко я выхомерен. Да как же можно про Ивана Павловича сказать такое? Да, вы удивительный феномен. Стромен и одновременно вероломен. Можно ли после этого переносить Ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правильно я сделал, Георгий Леонидович? Правильно я сделал? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий номер – это вторая оратория. То бишь, капитаны собственной судьбы. Я думаю, что абсолютно несправедливо, что воспитатель эту красоту исполняет только четыре главных героя. Это абсолютно несправедливо. И сегодня мы споем ее все вместе. Ну и, конечно же, вместе с вами. Анна Унгмар Тарабаден АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Капитаны собственной судьбы, Это нас зовет всегда трубы. Это нам поднимать евроя, И на дворях моря, Отжигаться солнце, И двенадцать месяцев в году, Сном трясти сквозь радость и беду. Откреметь, словно слонкая месть, И сядь и бороться. Нашим пятнам и законам, Мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда. Бить так глаз, бить так пылка, И свою свинью копилку беззаметно пронести через года, Не предавать и не сдаваться, не прокат. Друг сердечный, Друг мой дорогой, Слой отныне, Я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, Поменяется мир сквозь гора простая, Но двенадцать месяцев в году, Знаешь, что я тебя не подведу. Я тебя никогда не предам, Ни победу не дам, Кому ли когда я тебя? Я тебя не предам, Я тебя не дам, Артисты ансамбля теплых чувств к этому номеру приспевали, потому что тепла было на сцене недостаточно, даже жарко, благодаря костюмом из натуральной шерсти, которую квашила Маша Данилова. Да и не только артисты, а ансамбля. Нам тоже приходилось выходить из гримера. Кстати, до последнего спорта многие неискушенные зрители думали, что хоры и ансамбли записаны, и это фонограмма. Я лишь могу еще раз подтвердить, что это неправда. Больше того, исполнители главных ролей подпевали под кулисами, своими руками. Да, ребята, есть фонтель главных ролей, не могли бы выучить порядок слов, припев, и поэтому было, знаете, целый... Помолчи, Петя, помолчи, помолчи. Вот это вот означало «созвал нас гулять карнавал», вот это означало «флажки, симпатичные стульки», и вот это вот означало «в крови бродят токи любви». Запомнили? Совсем не то, что мы подумали. Тогда давайте спать. Поварищи, с Новым Годом! Новый Годом! Вот ведь такая погода, вот ведь опять, как всегда, к празднику Нового Года, Кавадар. Вновь мороз, будто наркоз, а не сволил нам нос, принимает нам на года и всерьез. Поварищи, кто умчён, мол, 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 колчан. По-пами, потому что нас ваюки гребют. По-пами, потому что надуй, то-тоamerяй-то друпы. Мы будем все на топочек облён. По-пами, потому что знаком нам всеобщий сорток. По-пами, народу, с друзьями тепли мем. По-пами, потому что созвал нас гулять карнавал. По-пами, потому что гребёт Новый Год! Я скоро стану льдиной Ух, сто ротерзает Такая льдина, что зубы замерзают А я вас убираю Земля меняет климат И с каждым годом зимы теплее чуток Сейчас Валька наколдует И сразу станет сыро Я убью капитацию мою Покругу Киру Земля меняет климат Когда с тобой летела Пока не потеплела Ай, гады коты Есть одно русское средство Губа не дать ни капле Нужно мороженым греться Изнутри Наш народ Не победит Минус 31 Мы с нас разим Как согреться Среди людей Ох, а чё? Как лучше, по-марски А чё, по-марски Потому, что нас валют и гринют Ох, а потому, что Кобы, да-да-да Голобой, да-да-ду-ду-ду-ду-ду-ду Грузия, да-да-да Почем облёт Ох, а потому, что С знакомым нам Всеобщий закон Когда на морозе С друзьями теплее Ох, а потому, что Плошки, серпати Без мешки Ох, а потому, что Придёт Новый Год Земля меняет климат Да, учёные считают Что неосновимо Все льды планеты тают Земля с ней навстречу несёт И всё забавите И только, посмотрите Как нам повезло Ты что-то перепутал И стало холоднее Ничего с нами мута И я остепленею Я всех вас приглашаю К себе на чашку чаю Как я не обещаю Нам будет тепло Тучи опять нам ползают Белой метею грозят Да, где вода завязать Жить нельзя Но, как сталь Мы гудим В минус тридцать один И организм остаётся Невредим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok